МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С медицинским отделением взрослой поликлиники Светланы Козулиной каждый пятый человек имеет нарушение углеводного обмена. Сахарный диабет страшен своими осложнениями, которые практически эмулизируют человека. И он будет требовать к себе ухода впоследствии, потому что портятся все маленькие сосуды, капилляры. Повреждается у нас и головной мозг, сердце, почки, сетчатка глаза, ноги. То есть человек может ослепнуть в один момент. Вот. Очень часто мы теряем и ноги, теряем почки. То есть риск инфарктов, инсультов – вот такие сосудистые осложнения. Побороть сахарный диабет на сегодняшний день, к сожалению, нельзя. Это хроническое заболевание характеризуется высоким содержанием сахара в крови. Вот уже на протяжении трех лет диабетом болеет у сюжанка Римма Алексеевна Барсукова. Об этом устрашающем диагнозе пенсионерка узнала совершенно случайно, когда врачи в плановом режиме проверили уровень сахара в крови. Я спросила, чего мне есть. Я не испугалась. Ну, сначала, конечно, дрожало сердце, чего будет. Не испугалась. Он мне сказал, чего кушать. Кушать можно все, но только помаленьку. Но придерживаться сахара, сладкое все исключить. Я так и сделала. Я около, наверное, двух лет была на одной диете. А диета у меня была полбуханки хлеба, пол всей буханочки хлеба отрежу и половинку одну только брала. Все. Это черный хлеб. И белого тоже столько же. Только в сутки это. Римме Алексеевне 78 лет. Диабет – не основное ее заболевание. Большую часть лет женщина проработала в сфере торговли. Работала продавцом на рынке. Из-за сквозняка получила бронхит, который со временем перерос в астму. Она повлияла на работу сердца, а диабет только усугубляет ситуацию. Болезнь человека волнует и его близких родственников. У меня только дочери. Здесь дочери. Сын у меня далеко. На севере. Ну, как они к этому относились? А они, конечно, расстроились сначала. А сейчас уже успокоились все. Я не помню. Ничего такого плохого ничего не делаю. Они ко мне очень хорошо относятся все дочери и все. На сегодняшний день у Риммы Барсукова вторая степень сахарного диабета. Всего же таковых выделяют четыре. Первая степень – сама благоприятная. Слабый уровень глюкозы, показатели крови остаются в пределах нормы. При второй степени у пациента имеются признаки осложнений. Есть поражение некоторых органов. Например, страдает зрение. Третья степень сахарного диабета не поддается лечению медикаментами и диетой. При четвертой степени этого заболевания часто диагностировается почечная недостаточность, гангрены нижних конечностей, диабетические язвы. Как уже было сказано ранее, сахарный диабет можно контролировать на ранних стадиях. Из факторов риска, которые назвали избыточный вес, значит практически у нас каждый второй приходит с избыточным весом. Это практически уже кандидаты на другие болезни и обменного характера, и сахарный диабет, и гипертония, и профилактика инсультов, и онкологических заболеваний. Можно провести анкету, но можно просто путем выявить, сколько вы едите фруктов, овощей, что мы должны в сутки съедать не меньше 400 грамм овощей и фруктов. Значит, сколько вы едите там сахара, мучных изделий, картофель, вот это углеводы, которые есть быстрые углеводы, есть медленные углеводы. Существенно повышает риск развития диабета употребление сладких напитков, в том числе газированных. В них содержится большое количество сахара. Например, в одном стакане газировки находится 10 чайных ложек сахара. Если в день выпивать один и более стаканчиков такого напитка, риск заболевания диабетом увеличится в два раза, особенно это касается детей. Сахарный диабет все чаще встречается и у детей. По словам заведующей детской поликлиникой Людмилы Пелихановой, число заболевших с каждым годом растет. Чаще всего болеют младшие, школьники и подростки. Основная причина заболевания – наследственность. Что еще может привести к сахарному диабету? Диабет может развиваться в любом возрасте, в том числе и у рожденных детей. Поэтому в группе риска состоят младенцы, которые родились весом 4,5 и более килограмм. Крупные дети сейчас рождаются. Это младенцы от матерей, которых во время беременности тоже был повышен уровень сахара в крови. Так скажем, гестационный диабет был от таких женщин. Но чаще всего сахарный диабет встречается у детей младшего школьного и подросткового возраста. Еще раз отметим, лучше болезнь предупредить, чем потом ее лечить. Ведь сахарный диабет развивает заболевания многих органов. Перед началом лечения необходимо провести точную диагностику организма, а от этого зависит положительный прогноз выздоровления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова